Футбольного клуба Сум И как всегда перед началом отдельно взятой части Мы проводим пресс-конференцию и рассказываем о наших планах О том, что было выполнено в межсезонье И о наших новичках Сегодня в пресс-конференции принимает участие Президент футбольного клуба «Звезда» Максим Санислав Березкий Главный тренер футбольного клуба «Звезда» Сергей Дмитриевич Лавриненко И спортивный директор футбольного клуба «Звезда» Семен Азимович Гасан Прежде всего хочется сказать о том, что наконец-то зимнее межсезонье оканчивается Уже через несколько дней мы будем на первом матче второго круга присутствовать Я этому искренне рад Я думаю, что основное внимание и упор сегодня на пресс-конференции Нужно сделать именно на спортивной составляющей, о которой больше скажут мои коллеги Я со своей стороны хочу лишь заверить и сказать о том, что футбольный клуб «Зирка» очень ждет своих болельщиков на первом матче Мы будем искренне рады всех приветствовать Ну и не только на первом матче, но и на всех последующих Вы знаете, как важна поддержка трибун для любой команды и в особенности для нашей Почему в особенности? Потому что все-таки после окончания первого круга и после окончания осенней части чемпионата Находясь на первом месте турнирной таблицы Ну, наверное, мы все возлагаем какие-то ожидания на завершающую стадию чемпионата И поэтому для нас сейчас особенно важна поддержка наших болельщиков, поклонников футбольного клуба «Зирка» И еще раз повторюсь, я буду искренне рад всех приветствовать на первом весеннем домашнем матче футбольного клуба «Зирка» Что хочется отметить, как мы прошли межсезонье Мы провели несколько учебно-тренировочных сборов, два из которых проходили здесь в Кировограде Один был небольшой, но Сергей Дмитриевич более детально расскажет Один сбор мы провели в Турции и один сбор мы провели в Никополе Я думаю, что в первой лиге никто однозначно не может похвастаться таким вот багажом проведенных сборов И настолько качественно проведенных и организованных сборов, как «Зирка» Наверное, и в премьер-лиге далеко не многие команды могли себе в сегодняшних условиях тяжелых в Украине Но тем не менее, я искренне рад и доволен тому, что у меня получилось то, чтобы команда прошла качественно Качественно прошла это межсезонье и, скажем так, не просто его пережила, а вышла с максимально эффективным настроем И в максимально возможных физических кондициях Который, как раз сказал Максим Станиславович, мы действительно провели великолепные сборы Провели игры с хорошими командами, провели хорошие спарринги Условия, в которых мы находились на турецком сборе Просто, ну, только мечтать это и приходится Действительно хорошие условия, поля великолепного качества И соперник достойный, поэтому Также могу сказать слова благодарности только за Никопольский сбор Мы, даже в отсутствии того, что у нас не было возможности на травянном поле провести в Кировограде Максим Станиславович нашел возможности И мы провели качественный сбор в Никополе, также на хорошем поле И считаем, что достаточно хорошо, качественно подготовлены А также хочу поблагодарить Максим Станиславовича самое главное за то, что Мы сохранили тот коллектив, который, скажем, был у нас в осенней части У нас больших ротаций в изменении состава не происходит Это также показывает о том, что клуб стабильный Что ребята, которые находятся в коллективе, хотят оставаться в этом клубе И надеемся, что в дальнейшем мы сможем и сохранить костяк И постепенно точечно усиливаться в определенные позиции на футбольном поле Поэтому огромная благодарность вам, Максим Станиславович, спасибо большое То, что касательно самих сборов, мы, в принципе, все запланированное на сборах Выполнили в полном объеме, то есть и касательно подготовки физической, тактической подготовки То есть варьировали где-то составами, то есть давали каждому адекватную нагрузку Игровую нагрузку, то есть практически все ребята были задействованы в контрольных играх Мы привлекли и молодежь нашу со второй зерки 2 То есть мы просматриваем ближайшие резервы Понимаем, что при выполнении задач нам нужно будет молодежь, которая сможет конкурентно быть с теми футболистами, которые есть В целом мы очень довольны их отношениями, их работой довольны Конечно, есть еще изъяны, которые нам придется исправлять Но в целом тренерский штаб, я скажу, задавили работой всех футболистов Прошли мы сбор практически без травм Самое главное без травм каких-то мышечных травм А именно то, что были микротравмы игрового плана Но от этого никто не застрахован На сегодняшний день все в строю Практически там немножко Игорь Заградский Ну я думаю, день-два и он будет в общей группе уже работать А так, в принципе, весь сбор, на протяжении всего сбора у нас Травмую, слава богу, обходили на стороне Надеемся так, что и будет в чемпионате Пройдем мы в этом смысле, скажем, более обладать Той поддержке, которую мы сегодня ощущаем Мы ощущали ее всегда и уверен, будем ощущать и в дальнейшем Буквально в двух словах, чтобы вы понимали Не только команда живет и работает Работает и весь клуб Большое внимание в этот промежуток времени Сергей Дмитриевич говорил Уделяли подбору и понимание, кто ближайшее будущее наше Насколько вы помните, на любой пресс-конференции Которая перед каким-то стартом Или весенней, или осенней части У нас всегда появлялись новички Наша молодежь Не только наша молодежь Отслеживаем и по всей Украине И это пример даже сегодняшнего показателя На данный момент Сегодня проводим турнир Ну, так скажем, академия проводит турнир Очень много команд, 8 команд собраны То есть движение идет, жизнь идет И вы сами понимаете, во многом это благодаря нашему президенту Субтитры сделал DimaTorzok